Здравствуйте, друзья! Закончилась очередная сессия Псковского областного собрания депутатов. И мне, как говорится, есть что сказать. Начиналась сессия с прецессионных выступлений. Мое прецессионное выступление было посвящено, что бывает очень редко, точнее даже не припомню, когда такое было, чтобы оно было посвящено одному человеку. Этот человек, это Владислав Шишкин, учитель писковической средней школы. Он преподавал там физкультуру, вел секцию по волейболу. После объявления частичной мобилизации Владислава призвали. Призвали его, несмотря на то, что он является единственным учителем по физкультуре в этой школе, несмотря на то, что он отец двоих детей и на его помещении бабушка, которая является инвалидом. Сейчас Владислав находится во Пскове на улице Маргелова. В районной администрации были составлены списки людей, которых надо освободить от призыва. Владислав в этом списке был, там чуть ли не на первом месте его подавали от его школы. Несмотря на это, он был призван. И военный комиссариат отказывается вернуть его, ссылаясь на то, что он фактически уже является военнослужащим. Родственники Владислава, учителя школы, родители ребят, которые в этой школе учатся, многократно писали в разные инстанции, в том числе они писали нам. Эффекта пока это не дало. Со слов матери Владислава, вот было то, что я сказал, что он был в числе тех, кого рекомендовали к освобождению от мобилизации, но освобождения реализовано не было, он был мобилизован. И мы все помним, что и на уровне государственном, на республиканском уровне были призывы к тому, чтобы не привлекать к мобилизации учителей, тем более тогда, когда они являются единственными по своей специальности, заместить их, заменить их неким. И гувернатор Сковской области Михаил Ведерников тоже говорил о том, что не следует призывать единственного учителя. Несмотря на это, человек был призван, и я обратился к людям, от которых что-то может зависеть в судьбе Владислава Шишкина, и просил их повлиять на данную ситуацию, сделать так, чтобы все-таки учитель вернулся в свою школу. Далее на сессии был парламентский час. Парламентский час был посвящен уже не первый раз проблеме твердых бытовых отходов, которая в нашей области висит уже который год. И программа по реорганизации, утилизации твердых бытовых отходов, которая существует уже порядка 10 лет, реализуется, ну, с темпами, скажем так, по статистике, которая была официально представлена на сессии. Процент перерабатываемых отходов в нашей области 7,7. Причем это не просто массово перерабатываемые отходы, это исключительно пластик, который перерабатывается на одном исключительном комбинате, который изготавливает из этого пластика пленку, там и прочие разные изделия из полиэтилена. Весь остальной объем твердых бытовых отходов, он просто-напросто закапывается. Доклад администрации был очень обширным, пространным, с очень большими обещаниями о том, что у нас 50% скоро будет твердых бытовых отходов не утилизироваться, просто не закапываться, а перерабатываться. О том, что у нас завтра, послезавтра будет заключен договор с консессионером, который берется построить в завод по переработке твердых бытовых отходов. При этом огромное количество вопросов, конечно, возникло у депутатов, в том числе я несколько вопросов задал. Один из самых интересных для меня вопросов, это был вопрос по процентам за кредит, поскольку 1% из стоимости этого контракта идет за счет областного бюджета, а все остальное это федеральные деньги. И общая стоимость контракта 4 миллиарда рублей. Но деньги пока не выделяются, и консессионер готов начать работы за кредитные деньги, то есть взять кредит. И вопрос, который был мной задан, за чей счет будет банкет, то есть кто будет платить проценты по этому кредиту. После долгих веляний пришлось все-таки администрации ответить на конкретный вопрос, они сказали, что будет платить консессионер. Только непонятно тогда, почему шли вот эти маневры вокруг этого вопроса так, чтобы на него не отвечать. Далее. Был задан вопрос, о котором, наверное, многим из вас известно, по конфликту со спецтранскомом, который возник у мехуборки, потому что мехуборка не оплачивала счета спецтранскома. И в итоге твердые бытовые отходы возились не на переработку, а возились прямо на полигон и захоранивались. Отвечал руководитель мехуборки, он сказал, что согласно решению суда они оплатят всю задолженность, половина 30 миллионов уже оплачена, значит 30 миллионов они в ближайшее время оплатят, и все будет восстановлено, и снова будет там частично перерабатываться наш с вами мусор. Вот. Это то, что касается парламентского часа. Из вопросов, которые обсуждались на непосредственно самой сессии, которые были в повестке, единственный вопрос, на котором стоит остановиться, это вопрос, который касается законопроекта по административным нарушениям, который заключается в пропаганде педофилии и ЛГБТ. Ну, надо сказать, что здесь были перепутаны вместе мухи и котлеты, потому что понятно, что ни один нормальный здравомыслящий человек не будет, скажем так, за рекламу педофилии, потому что это, конечно, тягчайшее преступление, но в остальном есть очень большие сомнения, я думаю, что они оправданы, вернее, большие опасения, что этот законопроект выльется в итоге в еще один репрессивный инструмент. Потому что, кто скажет, журналист, который взял интервью у члена ЛГБТ, он нарушил этот закон или не нарушил? Писатель, который описал в своем произведении однополые отношения, он нарушил закон или не нарушил? И кто может гарантировать, что после принятия этого закона мы не пойдем в библиотеки, чтобы вынести оттуда книги, там, не знаю, Эмиля Золя, Рве Базена, Владимира Набокова? Не закончится ли это, скажем так, катастрофой для авторов, для писателей? Потому что история человечества уже знала такие примеры, и есть очень большие опасения, что к этому все может двигаться. Ну, в принципе, на этом, наверное, я сегодня закончу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Продолжение следует...